Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Сделай так, не разворачивайся, наоборот, чтобы твой язык, слова шли туда больше. Как-то еще со стороны, считай как-то. Помни о людях, которым есть-то. И не забывайся, что это навсегда будет. Щихание, шмехание, все это отдаются там. Ошибки не делать, не перескакивать, свои слова не вставлять. Тема называется «Не буду более говорить». Слово «серебро», омолчание золота. Иов 19, 3. Вот, уже раз десять вы страмили меня, и не стыдитесь теснить меня. Великое дело, кто голодного накормит, жаждующего напоит. Но если кто другого духовно накормит, то это еще более нестравненное даяние. Римлянам 15, 27. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Первое, Коринфянам 9, 11. «Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» То есть везде, в проповедях, в занятиях, приводить Слово Божие. Потому что люди пришли не к нам, а желают узнать мысль Духа Святого. Не стыдись проповедовать. Если Бог не помогает, то ты через два слова захлебнешься. Послушайте, как ваши священники пытаются что-то говорить. Какие мертвые, трафаретно заезженные, профсоюзные штампы они выдают. Они никого не могут ни пробудить, ни оживить, ни накормить. Все рассчитано на то, что сойдет и так. Это от нелюбви к слушателям своим. Вхожесть такого пассива нулевая. Все поклевали птицы. Поливал долго и выросли два зуба у старухи за всю деятельность попом. 2 Тимофей 1, 8. Издалека, когда смотришь, стоит группа людей и видишь, что там нет серьезных разговоров. Как они приседают от смеха, хлопают друг друга, плюются, курят и громко хохочут. Половина сидят на корточках, наркоманы на горшках. Здесь нет ничего от благоговейного разговора верующих. Как у них все стройно, чинно, достойно подражания и уважения. Будут слушать о чем угодно, но только заговоришь о Боге, на тебя так зыркнут, будто бы у тебя вместе с крышей и стропила съехали. Лука 9, 26. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, то вот Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и Святых Ангелов». Эта жизнь промелькнет, как Мякина. Кто-то посмотрит на нас, уже прошедшее поколение, и подумает, какие они счастливые, что молодые. А мы думаем иначе, какие беды грядут. И мы уже избегнем этого. Нам поприще уже сокращенное предлежит. Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как Мякина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Сафония 2, 2. «Доколе не пришло определение, день пролетит, как Мякина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. «Если есть польза от обличения, от наставления, то не примолчи» – 1 Петра 3, 6. «Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его Господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Если любишь человека, то хотя бы думал, что твое слово может повредить вашим отношениям, но ты по любви к человеку обязательно не промолчишь, подскажешь» – 1 Иоанна 4, 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Заставляет молчать, не видеть ничего вокруг, себя лень, беспечность, безразличие, сонливость. А иногда и прямо думает человек, чтобы ему было хорошо, а если обличишь за неправду кого-то, то тот теперь за тобой будет подсматривать, чтобы тебя уловить. Обычно такой тараканьей психологии обладающий отвечает по-колхозному. Каждый сам за себя знает, чего людям в душу лезть. Или говорят, да никто же не желает слышать. А Библия учит совсем не так, языки 2, 5. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. То есть революционеры оттуда шли, евреи. Вся революция-то жидовская. Будут слушать или не будут, мятежный. И чтобы жизнь проводить тихо и без мятежа, без мятежа. Сегодня о революции там Жириновский многое говорит. Иезекииль 2, 7. И говорим слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Иезекииль 3, 11. Стань и пойди переселенным к сынам народа твоего. И говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут. Вы есть переселенцы. И вам поэтому это слово Бога живого. Когда восстанавливали разрушенную столицу, то на стороже были все и слушали звук трубы, оповещающий о приближении врага. Ниемия 4, 18. Каждый из строивших припоясан был мечом под чреслом своим. И так они строили. Возле меня находился трубач. Мечом нельзя припоясаться, а то он железный. Это означает пояс, на котором висит меч. Выражение такое. Ниемия 4, 20. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Иеремия 7, 13. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали. Иеремия 25, 3. До сего дня, вот уже 23 года, было ко мне слово Господне. И я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. В 23 года, потеряю к его 25. Я говорил как раз, допустим, в дату эту. Обращение к женщинам редчайшее. Слово Божие говорит только к мужчинам обычно. Иеремия 9, 20. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слово, уст его, и учите дочерей ваших плачу, а на другую плащевным песням. Не одинаково принимает говорящих предупреждение, обвиняет его в распространении пораженческих слухов, как пророка Иеремию. Серафов 27, 26. А после извратит уста свои, и в словах твоих откроет соблазн. Будут подыскиваться под каждое слово. Будут подыскиваться, запятая. А ты под каждое подставляешь какие-то предлоги. Зачем? Каждое слово под микроскоп рассматривать. И, как правило, это только по злобе и по невежеству. Сам же совершенно ничего не знает, а рассеивает подозрение и панику. Рассеивает. 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 Иеремия занял прававилонскую политику и просил открыть ворота столицы. А все патриоты склонились на сторону союзного Египта. Царь спрашивал и наедине, что делать. Но иеремия останется жить, когда и дети царя будут убиты перед лицом царя. Иеремия тоже хотел молчать. Иеремия 29. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Когда шли в плен, кто мог? Нес самое необходимое. Он же нес с собой два булыжника. Иеремия 43.9. Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе. Перед глазами иудеев. Походе солдату и иголка тяжела. А тут несет два камня. Для чего? Ничего умнее не мог придумать. Пожалуй, ни один мог так думать и между собой обсуждать. Но эти камни будут помогать уже замолчавшему пророку возопить. Пророка вакуум 2.11. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Лука 19.40. Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Они спешили к своим помощникам в Египет. Но когда пришли, то пророк и Еремия взрывают в землю, где они остановились. Эти два камня и напоминают им о неизбежности приговора Божия над ними. Иеремия 43.10. И скажи им, так говорит Господь Савов, Бог Израилев. Вот я пошлю и возьму на уходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях. Скрыт их мною, и раскинет он над ними великолепный шатер свой. Иов 6.24. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Иов 13.13. Замолчите предо мною, и я буду говорить, что бы ни постигло меня. После драги кулаками не машут. Обед, на который не было реакции в течение трех дней от мужа, дает твердое основание считать данный обед, вступившим в силу. Число 30.12. И муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил день, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она заложила на душу свою, состоится. В доме отца дала она обед, и когда вышла замуж, говорит, а на мне обед такой-то, и муж три дня не опроверг, то так и будет. А если сказал, все, теперь я хозяин, и отец твой, ты за меня замуж вышла, все твои договоры, что ты имел, и все, отменяю. Число 30.15. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней. Утвердил, потому что он услышал, молчал о том. Вот так, а то я потом скажу, да подумаю. У нас в деревне, как только на благовестие ехать, поедешь, подумай, а сам не поедет. И не знаешь, искать еще нет замену какую. Может, отсюда молчание стали считать за знаком согласия? Ревность руководителя. У вас здесь постоянно идет нарушение церковного устава, и староста, призванный не допускать этого, всегда молчит. Почему? Еремея 4.19. Утроба моя, утроба моя, скорблю в углубении сердца моего, волнуется во мне сердце мое. Не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. За неверие Бог закрывает уста, как у Захарии, у разбойника Давида. Этому архангел потом разрешил говорить, но только божественно. Это ижеки от святых. Лука 1.20. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Если нет толкования языков или Библии, то и не придумывай, но молчи. 1 Коринфянам 14.28. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. 1 Коринфянам 14.30. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. То есть, что в храме не стояли, а сидели из сидящих. Что доказать-то? Вот эти слова-то здесь сидящие, даже вообще никогда не выделяют. Никто не выделяет. Я их увидел. Почему ты не видишь? Спрашивая священников. Но не всегда есть повеление на молчание. Иногда оно просто противопоказано, когда истина требует вмешательства в дело. 3 Ездры 15.8. Я уже не буду молчать о беззакониях, которые совершают они нечестиво, и не буду терпеть в них того, что они делают преступно. Вот, кровь неповинная и праведная вопиет ко мне, и души праведных вопиют непрестанно. Премудрец Соломонов 8.12. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, будут внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои. Когда есть откровение божественной мудрости о том, когда следует молчать, и с кем не следует говорить, то примени это на практике, и жизнь твоя не будет столь обременительна для тебя. Иному кажется, что он знает много и достиг совершенства управления многими. Слово же Божие утверждает, что самое главное – это твой язык, которым труднее всего управлять. Сфераха 8.20. Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле. Сферахов 19.28. Бывает обличение, но не во время, и бывает, что иной молчит, и он благоразумен. Сферахов 25.7. Иной молчит и оказывается мудрым, а иной бывает ненавистным за многую болтливость. Иной молчит, потому что не имеет, что отвечать, а иной молчит, потому что знает время. Мудрый человек будет молчать до времени, а тщеславный и безрассудный не будет ждать времени. Сферахов 32.10. Говори главное, многое в немногих словах, будь как знающий и вместе, как умеющий молчать. Сферахов 41.25. Стыдись молчания предприветствующими, смотрение на распутную женщину, отвращение лица от родственника. Мне приходится много говорить о беспорядках в церкви, об отступничестве священников и архиереев. Они кричат на меня, а сказать конкретно не могут. Где моя вина начинается? Где моя вина начинается? И где их правда появляется? Иов 6.24. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Вот я сказал, и сразу одно только место в Библии, которое говорит об этом. Библию надо знать. Научите меня. Я обращаюсь к архиереям, я замолчу. Смотрите, что правильно крестите. Что не допускаете без эпидемии никого до причастия. Ну, укажите, в чем я погрешил. Они не могут указать. Не всегда приходят на мысли слова о том, что если бы на нашем месте стояли наши противники, тогда что бы они сделали с нами, когда бы у них была правда? То есть, вот сейчас я говорю относительно, что крещение неправильно, и привожу 136 мест из жития святых, из канонов, из Библии, они все оправдуются, и меня же обвиняют. А что бы делали они, если бы у них была эта наша правда, эти доказательства, то они бы сглотнули, не жуя. Что можно сегодня сказать в защиту того безумия, какое совершается в православных храмах, пораженных пренебрежением Библии? И однако, духовники, в кавычках, еще ворочат языками, издают какие-то звуки. У них нет ни на грамм истины по многим вопросам, и они так рьяно все защищают. А вот если бы на их стороне была правда и Слово Божие, то что бы они с нами сделали тогда? То есть, а я бы ничего не имел, как они. Иоак 3.2 То я боялся бы большого общества, и презрений одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы, и не выходил бы за беду. Иоак 3.2 Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в условии, тот человек совершенный, могущий опоздать и все тело. Бесы тоже иногда требуют, чтобы, познавши истину, молчали и не рассказывали другим о его поражении. Так было с Иоанном Новгородским, который запер демона в рукомойнике, а потом летал на нем в Иерусалим и обратно в одну ночь. Лукавый дух запрещал говорить об этом событии, ибо ему стыдно было своего поражения, ибо не за этим же он лез в рукомойник. Сегодня чего бы проще выйти и покаяться за Сергеевскую декларацию? Митрополита Сергия Строгородского за унижение перед советской властью. Ну, залезли в этот тесный рукомойник связи с безбожной властью, и теперь криком кричат на всех, кто об этом предательстве свидетельствует, как тот черт в рукомойнике. Вот как я это вижу. Святому Григорию Паламе Матерь Божия сказала, «Почему молчишь? Благовествуй истину, растолковывай священное писание людям». И оно того скинув, его духовник запретил проповедь, но Божия Матерь вмешалась. Зачем запечатал источник мудрости? Братья называли Иоанна Лесвичника пустословом, и это сильно задело его, и он год молчал, но через год все стали упрашивать и его сказать слово утешения, чтобы он продлил занятия, так как молодые монахи ничего толком сами не могут сказать. Ко мне батюшка привел одного, привез Клеппельштейн Владимир из Киргизии. Он священником был там. Ну, я вижу, что совсем не знаю из них писания. Я стал говорить, он уже первый день и говорит, я слышал, он говорит, я не знаю, кто там ставил, батюшка был, он говорит, он мне капает и капает на мозги, на меня. Я не стал с ним разговаривать. Он уже через день это понял и упрашивал, сколько было, я уже ему ни слова не сказал. А его потом сделали епископом Иринеем в какой-то юрисдикции находится. Яков 3.2 ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Как-то я беседовал с отцом Александром Менем и я сказал, как было бы хорошо, если бы нашим батюшкам дали слово говорить по радио и на телевидении. Он сказал, я тоже об этом думал, может и хорошо, что не дают, а то такого бы петуха дали. Сейчас смотришь, выходит на проповедь митрополит Кирилл, табачный бизнесмен, митрополит Курилл. Как его называют везде? Псалом 38.3 Я был нем и безгласен и молчал даже о добром, и скорь моя подвиглась. Псалом 118.99 Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я был на площади, когда в Москве Кириллу и Мефодию памятник открывали, патриарх говорил речь. Но ничем не отличается речь профсоюзного работника. Ни слова в Библии, ни о рождении, ни о чем нету. Способность учить дается Богом. Многие и ныне досадуют, что кто-то учит. Я не учитель, и если что-то говорю, то только потому, что никто не учит. А священники паки безгласнее рыбы глубоководных. Из сердца вырывается иногда увы мне, слушаю, а не делаю. Вот об этом вопли и говорит Иоанн Златоустый, что это начало покаяния. Учу, а сам не исполняю. Стоит ли учить? Имеет ли морально право тот учить, кто сам не соответствует говоримому им? Кануны говорят о священниках. Римлянам 2.20.21 Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? О священниках есть определенные правила при его грехе. Снимается ли сад, или запрещается он в священнослужении на некоторое время. О проповеди нет ни одного ограничения, кроме морального. Видите, как? 5 января совосвященник. Когда наш евтихий епископ грозился за то, что я выпустил материал на русском языке, чтобы было все, не делали, а материал называется «Ословие». Это «К истинному православию». У меня книга есть, там это есть. И теперь любите врагов ваших, чтобы не воевать, а благовестие. И он грозился батюшку запретить, а меня отлучить. Я заранее сказал, если... А как? Я уже приготовился. Он меня отлучит. Я так думал, я буду стоять в коридоре, а в университетах везде буду вести занятия. Предупредили. Ладонь, прикрывай рот. Я заранее это обдумал. И Господь сделал так, что епископ никакого прещения на нас не наложил. Мы подчинились решению. Три года он говорит молчать. Три года. Мы заметили, 17 мая. Три года прошло, мы стали говорить опять о русском языке. А мы чего просили? На русском языке библейское, что считается. Библейское. А где библейское поется, там оставили по-славянски. Мы дальше не пошли. У нас все на церковно-славянском идет. Дальше. 5 января Савва священный. Был у него монах Иаков, который был ревностный, но его мучила похоть. И он ничего лучше не придумал, как окастрировать самого себя. Сам себя. И настолько неумело была сделана операция, что он едва не умер. А на это есть правило, сурово карающих посягающих на такое преступление, на членовредительство. Савва прогнал его из монастыря, но потом сжалился и впустил его при сражающем условии, чтобы жил отдельно в углу монастыря и ни с кем ни слова не говорил никогда. Там где-то пустые, здоровшие, он там и был. А я не согласен с этим. Все, что вы меня унижаете? Все, живи там под забором. 25 марта Иаков Прозорливый или Прозорливый его кормил ангел, потом хлеб стал хуже, чем затем черствый, потом изъеденный мышами. Уча другого, учи себя. Ангел его еще не покидает, но кормит уже мышиными объедками. Если привык человек долго спать, праздно мыслить, то благодать покидает человека. В древности один человек изрек, если бы знание давалось под условием никому о нем не говорить, никому его не передавать, то я отказался бы от самого знания. Максим Исповедник говорил, не учить не могу. Сираков 37-22 Иной человек искусен и многих учит, а для своей души бесполезен. Молитесь особенно за учащих вас, чтобы им не погибнуть, но исполнять написанное. 1 Коринфянам 9-27 «Но усмиряй и порабощай тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойно». 3 Ездры 8-27 «Не погубляй тех, которые жили по-скотски, но возри на тех, которые ясно учили закону твоему». Жили по-скотски. Что такое? Да все! И на этом заканчивается эта тема, будет другая. Я сейчас отключу вас, и кто если останется, мы включим опять, и события дня будем насчитывать.